Здравствуйте дорогие друзья! Это Сороедение изнутри с Романом Головиным И сегодня мы с вами поговорим О такой наболевшей теме Как десны и зубы Я немножко расширю эту тему Расскажу свое видение о зубах Тем кто не видел еще мое первое видео о зубах Общее Я на Сороедении нахожусь уже несколько лет Три с половиной года если точнее Мои зубы полностью восстановились При переходе на Сороедение я потерял всю эмаль зубов Причем были такие Практически полный сход зубной эмали Вплоть до двух с половиной сантиметров Такие ямы в зубах были Видно было зеленый дентин В первом видео я рассказывал по каким причинам Может быть частично я в этом видео затронул эти темы И на Сороедении у меня полностью восстановились все зубы На 85 процентов Сейчас продолжается восстановление Я перешел на фрукторианство Сейчас еще быстрее восстанавливаются Зубы стали более белые Ну так, а по всем по порядку Десна и зубы При переходе на Сороедение У меня были также рецессии десен Что такое рецессия десны Там разные стадии бывают Степени Когда опускается десна И оголяется шейка зубов То есть там по степеням разделяется У меня тоже такое явление наблюдалось Было это все конечно в легкой степени Не было такого сильного оголения Но в шейке зубов у меня были видно Фронтальных зубов передних Через две недели сыроедения У меня полностью ушла рецессия десны Десны у меня наползли на шейке зубов И закрыли шейки зубов Мы будем конечно рассматривать Такие формы Которые не наследственные Какие-то никогда не имеются Какие-то тяжелые заболевания Когда есть какие-то генетические заболевания Наследственные Когда имеется рецессия десен Я уверен, что на Сороедение Это тоже все можно восстановить Но уже это более займет Продолжительный период времени А так, даже вот стоматологи Такие продвинутые Когда начинаешь разговаривать с профессорами Там и здесь за границей Они все говорят Переходишь на Сороедение И слизистые вот эти оболочки Которые покрывают десны Покрывают вернее зубы, извините Они полностью восстанавливаются Это тоже о многом говорит Так же как многие врачи Когда начинаешь приходить к врачам Разговаривать с ним Когда у человека повышенное давление Какие-то проблемы с кишечником Опытные врачи Такие продвинутые С большим стажем Они все говорят Ребята, изменяйте свою диету Добавляйте в свою диету Больше фруктов, овощей Меньше жареного Вареного и так далее То есть все равно Они все машинально Не задумываясь Они все направляют людей К живому питанию Десна Они быстро восстанавливаются Там проблем никаких возникает Можно еще так же Пальцем Делать массаж Десен И верхних, и нижних Несколько раз в день Есть специальные щетки Можно рукой Для быстрого восстановления Там начинается Улучшаться кровообращение Также можно иметь То есть зубы Лучше будут кровоснабжаться Так как в зубах Очень такое медленное Медленное Кровоснабжение Медленное Иннервация там конечно хорошая Да Когда сверлят зуб Вы чувствуете Но кровообращение Все-таки там замедленное Потому что ткань зуба Ткань зуба очень плотная И поэтому И зубы долго восстанавливаются В связи с этим То есть не то, что там порезал кожу Там она там Через несколько дней Уже заживление есть Корочка А зубы они долго восстанавливаются Они могут годами восстанавливаться Итак Что я делал на сыроедении Про зубные пасты Я также пробовал Как и все Чистил сначала Фтор с содержащими Зубными пастами Свои зубы Пытался найти Какую-то альтернативу Зубной порошок С фтором Там потом стал Искать натуральные Зубные пасты Дабы в Европе они есть Они австралийские И новозеландские Там практически на 98% Натуральные компоненты Любая зубная паста Она для чего нужна То есть вы снимаете на лед Вот эти вот бактерии Которые размножаются сверху На эмали И на деснах Ну то есть во рту Живут микроорганизмы И когда ПАЖ во рту Падает Становится более кислотное То они размножаются больше У них больше активность На зубах Становится такой налет Желтоватый И вот Зубные щетки Да Они И паста Предусмотрены Чтобы абразивно Да Мы счищали Осымали Вот эти Пищу Вместе с вот этими микробами То есть ПАЖ В идеале Да Во рту Должна быть больше 7 То есть мы стремимся Ощелачивать слюну Ротовую полость То есть что это Дает То есть микроорганизмы Они уже не будут Размножаться в таком количестве И заселяться во первых Уже другие микроорганизмы Будут Поэтому На первых этапах Конечно необходимо Да Снимать этот налет Чтобы еще больше Не размножались Чтобы еще больше Эмаль Не уходила Также Чистить Щеткой Активно Зубными пастами Особенно абразивными Такими Отбеливающими Не нужно постоянно И не чистите Пожалуйста Зубы После того Как вы Выпили какой-то Сок Кислый Там Цитрусовый сок И после кислых яблок Например Если вы жевали Кислые яблоки То после этого Ни в коем случае Нельзя Чистить зубы Щеткой активно Потому что ваш эмаль Еще быстрее сойдет Это очень важные моменты Также возможно Чистить язык Там также бактерии Скапливаются То есть вы все Облегчаете Ваш переход на сыроедение После того Как вы Уже будете В стабильной фазе Сыроедения Находить Как я называю У вас не будет Никаких проблем Вы откажетесь От зубных паст Они вам Уже за ненадобностью Не будут нужны Достаточно Кто-то даже Чистит один раз в день Кто-то чистит Раз в три дня Зубы Я вот например На сегодняшнем сыроедении Мне достаточно Один раз в день Иногда два раза в день Я чищу зубы Буквально по 15 секунд Пробегаюсь Обычной зубной Щеткой В средней мягкости Без какой-либо пасты Сначала я так же На сыроедении У меня был Дикий налет Просто на зубах Я прям чувствовал Его языком Пытался зубными пастами С тором И без фтора После того Как я Немножко пожил В Соединенных Штатах Америки Пообщался там С русскоязычным Стоматологом Который там Уже давно работает Успешно Он меня поручил К зубным нитям Раньше я не пользовался Зубными нитями Зубные нити Дентал флос Так называемый Между зубами Я стараюсь После каждой еды По возможности Проходить Эта ниточка Аккуратненькая Не повреждая десны Ну Стоматологи Рекомендуют Где-то Два раза в день Примерно Один-два раза в день Обязательно Проходиться зубной нитью Есть люди У которых Между зубами Промежутки большие Там пища Она Если даже задержится Легко вымывается Либо вообще не задержится А у меня Промежутки между зубами Они вообще отсутствуют Зубы очень плотно Друг другу стоят И мне приходится Даже если там пища Все-таки частично попадает Она сама Очень сложно Ее оттуда вытащить Сама не выходит Ее приходится Ниточка Просто пробежался Между каждым зубом Такая привычка хорошая Да После каждой еды Конечно Полоскать обязательно нужно Кто-то содой полощет Кто-то травами полощет Да Это все хорошо Очень помогает При переходе на сыроедение Но когда вы уже Стабилизируете Свой сыроедческий Этап Так сказать Вы будете находиться На стабильном сыроедении То есть у вас никаких проблем Не будет Вы спокойно можете Отказываться от зубных паст Никаких проблем В этом не будет Что делают Отбеливающие зубные пасты Есть микропоры в зубах Они отбеливают просто их Вот эти все зубные пасты Просто Счищают Верхний слой эмали Вот Входят к стоматологам Отбеливают зубы То есть это все равно Не естественный цвет зубов Зубы все равно должны Немножко иметь Такой желтоватый цвет Естественный Многие Фрукторианцы Я слышал Что они портят зубы Они портят зубы Только на том периоде Когда у них происходит Переход А потом зубы Также отбеливаются Я сейчас стал очень много Кислых соков пить И есть кислых фруктов У меня зубы не разрушаются А продолжают восстанавливаться То есть это говорит о том Что мой организм Уже достаточно защелочен Во рту Преобладает Щелочная ПАЖ Больше 7 И когда уже Ваш организм Приближается к нормальным показателям Уже ему не грозит Ни кислые соки А на переходном периоде Когда у вас еще организм закислен Не очищен от шлаков и токсинов Это очень опасно То есть конечно нужно соблюдать гигиену Пользуется дентальными нитками Кто-то палочками деревянными Пользуется чистить массаж Делать Полоскать и сода И другими различными Травами Про зубную не сказал Так про массаж сказал Некоторые используют Некоторые используют Помимо зубных паст Различные специи и травы Прямо чистят Специями травы Можно чистить Междузубной щеткой Используют палец Прямо пальцем чистить зубы Как бы То есть массировать Также идет очищение Не бой А еще я хотел сказать Про некоторые микроэлементы Начну наверное с витамина Д Я уже упоминал в некоторых видео Если вы еще до сих пор Не перешли на сыроедение Старайтесь больше Получить витамины Д По максимуму Чтобы у вас в организме Он накопился Старайтесь изменить свою диету Чтобы у вас в организме Было достаточно Б12 И кальция присутствует И магний И фосфор Вот эти сейчас микроэлементы Которые вкупе работают И после этого Когда у вас уже эти есть накопления Вы переходите на сыроедение И у вас не будет никаких проблем Почему некоторые сыроеды Когда переходят У них вообще Все анализы в норме Так как у них До этого Хотя они находились на мясоедине Было сбалансированное питание Было достаточно витамина И микро и макроэлементов В организме Конечно Зашлаковность была Токсины были Это понятно Никуда от этого не уйдешь Но они питались все-таки Более-менее нормально Им хватало всех микро и макроэлементов После того Как они переходят на сыроедение У них нет проблем Ни с зубами Естественно Происходят изменения во рту Естественно Идут какие-то чистки параллельно Это понятно Но люди переходят Очень плавно У них нет Выраженных клинических симптомов Они потом не бегают У них нет психологических проблем Они не бегают По знакомым с сыроедом Они не ищут в интернете усиленной Не ругают сыроедение Вот сыроедение Все плохо Это неправильно Собманули И так далее И многие уходят обратно На обычное питание Не получается у людей Так вот Я считаю Что это один из важных факторов При переходе на сыроедение Нужно все-таки организм Напитать микро и макроэлементами Витаминами максимально Постепенно добавлять В свой рацион Живое питание И соки И зеленые коктейли И больше растительной клетчатки Только после этого Начинать постепенно Отказываться От вареной еды Мяса Молочных изделий И так далее От молочных изделий Можно даже в первую очередь отказаться Какие микро и макроэлементы Нужны витамины Для зубов Это естественно кальций Все это вы знаете Один грамм И полтора грамма Микрограмма кальция Нужно Для Того Чтобы зубы были В нормальном рабочем состоянии Полтора-два грамма Даже возможно Полтора-два грамма Да я говорил Не микрограмма А грамма Также витамин D Как я уже говорил Присутствует В обмене Да В росте Зубной эмали В обменных процессах Магний Втор еще интересный элемент Казалось бы Да Что мы чистим зубы Фтором Но Фтор Это Как фтораты Это считается сильнейшим ядом И Старайтесь Фтором не чистить зубы Тот фтор Который содержится в пище Он совершенно в другой Содержится в молекулярной форме Ионной форме То есть Фрукты овощи Которые содержат фтор Этот фтор Подходит для нас То есть Он не является ядом Для нашего организма Это то же самое Что там Железо Которое Мы с лавочки Лизать будем и есть И железо Которое находится Во фруктных овощах Совершенно в другой Ионной форме И так же и фтор В зубной пасте В воде То есть Это совершенно другой фтор Фторированную воду Так же нельзя употреблять Также витамин А Участвует в обменных процессах В зубах Вместе с фосфором Фосфора много очень в костях Вообще и магний там участвует Фосфор и магний Они содержат так же В большом количестве в костях Так же как и Кальций Кальция полтора-два килограмма В организме человека Все запасы находятся В костях И при сырой денье Да, я рассказывал уже Когда я переходил Организм он очень умный делает Он не берет кальций из костей Он берет кальций из зубов То есть он как бы Начинает вымывать его Потому что Когда происходят различные чистки Организм закисляется И организму требуется Большое количество кальций Он просто берет его из зубов Потому что считает Что зубы они не есть жизненно необходимые А вот кости Они являются жизненно необходимыми То есть мы на них ходим Это опорно Структура органов Опора органов Ходьба Бег То есть все это влияет Позвоночник держит Также есть витамин такой Витамин B6 Который улучшает усвоение магния И проникновение его в клетку Про магния я сказал Витамин А Также участвует То есть в принципе Самое основное Это смотреть За витамином D И за кальцием Да Так как Других компонентов Там фосфора Магния Флора Его в принципе Хватает В сырой еде То есть не надо Особо заморачиваться Единственное Вот кальций И витамин D Также витамин B12 Тоже в другом видео Вот эти вот основные элементы Имеется несколько Щелочных элементов По которым Хочу сказать Это кальций Натрий Магний И калий Которые являются Щелочными элементами Которые Столб такой Основные элементы Которые необходимы Человеку То есть При переходе на сыроедение Вы не бойтесь Что у вас будут Какие-то даже Небольшие проблемы С зубами Эмаль Она восстанавливается Дайте просто время Зубам Когда изменится ПАШ во рту Защелачивается Организм Уходит на лед Восстанавливаются Десна Если у кого-то Допустим Там Выпали какие-то Мелкие пломбы Вам это не мешает Можете даже проверить Сделать эксперимент Зубы очень долго Будут восстанавливаться Возможно И полтора И два года Ваш зуб Будет зарастать С учетом того Что у вас зуб Не потерял нерв То есть Нарвация зуба Сохранена Если кому-то интересно Можете проверить Я даю Сто процентную гарантию Что зубы восстановятся Просто когда Большие пломбы Выпадают Большие дырки В зубах Очень некомфортно Живется Когда мы начинаем Кушать Просто вот эти дырки Они забиваются Пищей начинает Их надо все время Вымывать Чтобы она не скапливалась Пищей И не размножались Микроорганизмы Которые чужеродные Полностью очищается Микрофлора Не только во рту Но и в пищеводе И на всем протяжении Тонкого кишечника Во всем теле Микрофлора меняется Мало кто об этом говорит Говорят только о пищеводе Почему-то О кишечнике Также и на коже Меняется микрофлора Меняется И в крови Я думаю Меняется Микроорганизмы И в кишечнике Все это меняется То есть полностью Организм Переходит на другой Вид существования Запускаются Совершенно другие Механизмы Симбиотная микрофлора Зарождается Которая частично Нам дает И витамины И какие-то Микро и макроэлементы А у тех людей Которые вообще Отказываются от пищи Или находятся на малоедении Вопрос откуда же Они берут Все эти витамины Микро и макроэлементы Существует солнце Существует воздух Существует Влажность в воздухе Частично оттуда Всасывается Начинает частично Вырабатывает Вот эта симбиотная Микрофлора В организме человека В совокупности С органами Органы начинают Работать В другом режиме В совокупности Симбиотной микрофлоры Они также начинают Производить Нужные ферменты Жиры Белки Аминокислоты Поэтому Это видео Такое положительное Для вас Не бойтесь То есть На переходном периоде Только есть Заморочки Со всякими Зубными пастами Это будет Переходный период У кого-то Он будет длиться Там год У кого-то Полтора года У кого-то Быстрее Это пройдет Все Чем менее Зашлакован Ваш организм Тем быстрее Вы подготовитесь На мясоедение На переход К сыроедению Можете сдать Анализы Покушать Там побольше Таких животных Продуктов Как печень Яйца Чтоб набрать Различных Минералов Микроэлементов В том числе В12 Витамина Витамина Чтобы спокойно Уже Перейти На Сыроедение Потому что Вот этот период Там Возможно Около года Да Вы будете Терять усиленно Эти все Микроэлементы Вам возможно Не будет хватать У кого есть Накопление Я думаю Больших проблем С этим не будет Ну Про зубы Я так Вроде Все сказал Я там Не использовал Какие-то Хитрые Специальные Методы Там Извращенные То есть Все просто И понятно Не нужно Тратить лишних Денег На непонятные Какие-то Средства Максимум Можете Использовать Соду Какие-то Травы Полоскать Зубная Щетка Обычные Какие-то Пасты Желательно Без флора Если есть Натуральные Используйте Натуральные Зубная Нить Либо Зубные Палочки Делайте Массаж Десном Ну Чистите Два раза В день Стабильно Часто Не чистите Потому что Можете Счистить Эмаль Некоторые Стоматологи Говорят Нужно Чистить 2-3 Минуты Я Пробовал Несколько раз Жизни Чистить 2-3 Минуты Даже На мясоедении У меня Слезла Там Частично Эмаль Зубов То есть Это Не подходит Всем Людям Кого Когда Крепкая Эмаль Наверно Вот этих Всех Компонентов Которые Перечислены Ниже Эмаль Наверно Становится Более Прочная Тогда Наверно Возможно Чистить Но смысла Я не вижу В чистить Когда Организм Перестраивается У вас Уже Не будет Никакого Налета Зубы Сами Будут Белеть Другая Микрофлора Будет И вы Не будете Бояться Что ваши Зубы Будут Портиться Будут Желтеть Так Как Все Эти Естественные На вас Работ И за вас Работ Так что Не переживайте Переходите Зубы Это не проблема На сыроедении На сыроедении На фрукторианстве На малоедении Кстати При переходе На сыроедение Я долго Учился Жевать Я жевал 3-4 месяца Учился Долго Пережевать Пищу На мясоедение Мы Глотаем Больше А на сыроедении Так как Я больше Начал Все таки Ртом Использовал Не в блендере Где-то На терке Тер А все таки Жевал И зелень 3-4 месяца У меня ушло На то Может еще Вот это Повлияло То что Механически Я начал Работать Чаще То есть Давление На Альвеолярные Отростки Верхней Нижней Челюсти Кости В которых Находятся Зубы То есть Когда Механическое Давление Идет И лучше Кровоснабжение Идет Зубов И дополнительно Массаж Десном Делаешь Когда Вот эта Клетчатка Она же Когда Сдавливается Да Она Выходит Внутрь В преддверии Рта И Тоже Происходит Дополнительный Массаж То есть Вот это Тоже Возможный Механизм Секретный Это Повлиял На восстановление Моих зубов Только что Я о нем Вспомнил Возможно Он тоже Работает Работает Попробуйте Научиться Жевать Заново Более Тщательно Жевать Пережевывать Чтобы У вас Во рту Кашица Была Когда Пища Смешивается Со слюной Во рту Уже Во рту Она начинает Всасываться Вырабатываться Ферменты Дополнительно И Уже Легче Перерабатываться Будет В кишечнике Ну вот Основное Наверное То что Я хотел Сказать Если у вас Будут Какие-то Вопросы Задавайте Или Какое-то Снять Видео Еще Если Я Что-то Не Договорил Спасибо За Внимание С вами Был Роман Головин Подписывайтесь На Мой Канал Видео Все Дальше Будет Интереснее Интереснее Всем Пока